Приобретению практических навыков в своей специальности способствуют и студотряды. Плюс ко всему, это еще возможность неплохо подзаработать. На время каникул распределены почти 5000 человек. Работают на знаковых исторических объектах, участвуют в благоустройстве и наведении порядком. Никита Дементьев знает, какие отряды самые популярные. Свои каникулы эти школьники начинают не с позднего подъема с кровати, а с утреннего инструктажа по охране труда. Прежде всего безопасность, говорят на предприятии, а потом работа и деньги. В среднем зарплата студотрядовцев варьируется от 500 до 900 рублей в зависимости от объема и сложности работ. Работаем мы платно, также тоже не впустую. Мы заработаем себе за лето денег к учебе подкопим, но я думаю это здорово. Провести время с пользой еще не за бесплатно, помочь городу и в пользу себе. К слову за помощью, к молодежи обратились более 270 предприятий по всей стране. Совершеннолетние отрабатывают полноценный 8-часовой день, помладше в два раза меньше. Труд честный, сколько сделал, столько и заработал. Ну вот как видите, погодные условия уже диктуют свои правила, вносят корректировки в рабочий день, но это не повод для того, чтобы расстраиваться, а вот для ребят, например, повод пообщаться. Как вам вообще, расскажите, нравится ли здесь работать? Нам очень нравится здесь работать, небольшие перерывы, мы можем завести новое знакомство, пообщаться о жизни. Ну а погода не мешает? Нет, все нормально, это хороший способ подружиться. Правда, чтобы провести время с пользой, как для своего кошелька и расширения кругозора, так и на благо города, этим парням и девчонкам пришлось потрудиться заблаговременно. Хорошая успеваемость, надлежащее поведение и собеседование с будущими работодателями, критерии, по которым школьники и студенты становятся бойцами студотрядов. Когда появляются вакансии, мы обзваниваем ребят по данным анкетам, у нас есть своя электронная база. И предлагаем уже ребятам объект, заработную плату и очень важное условие, чтобы попасть в студенческий отряд, необходимо пройти медицинскую комиссию. Работает молодежь и на знаковых объектах. На этой неделе трудовой десант из 250 студентов высадился на Всебелорусской стройке в Островце, где помогут с благоустройством АЭС и социальных объектов города. Очень интересной стройкой является реконструкция Косовского замка. В Брестской области она объявлена молодежной стройкой, там работает порядка 25 человек, а они как раз таки восстанавливают замок. Кстати, для брестских студентов архитектурная локация во дворце Пусловских стала не только местом для работы, но и своеобразным историческим квестом. Печные изразцы, металлические детали, остатки стеклянных предметов. Среди находок есть даже монета 1864 года. Чтобы найти что-то интересное, это, конечно, хочется каждому, ведется даже такое небольшое соревнование среди нашего отряда, кто найдет более интересную находку. Сохраняют историю не только благоустраивая замки и памятники, но и через имена. С этого года каждый новый студенческий отряд назван в честь героев Советского Союза, которые в Великую Отечественную защищали право на жизнь и свободу своих потомков. В этом году в Беларуси зарегистрировано 383 студенческих отряда. Это почти 5000 человек. Трудятся бойцы в строительных, производственных, экологических, сервисных и даже медицинских сферах. Ну а самыми популярными стали педагогические и сельскохозяйственные отряды. Там порядка 1200 бойцов в каждом. К слову, наши студенты есть и за рубежом. Отряд из 50 человек сейчас в Молдове на сборе абрикосов и персиков. Никита Дементьев, Григорий Кристофович, агентство Теленовостей.